Но вы знаете, что чем интереснее серия, тем интереснее был мой день. А я стараюсь, чтобы мой день был все время интересным. Мой навигатор опять меня заблудил. Моя задача, чтобы после поездки каждый человек сказал, «Вау, я влюбился вот в эту страну или в эту страну». Привет-привет! Моим 90% парней и 10% девушек. Не знаю, насколько сегодня будет интересная серия, но мне кровь из носа, надо завтра быть в богате. До богаты ехать по навигатору 12 часов. Сегодня, значит, будет у меня веселый день. Но я надеюсь, что-нибудь будет интересное, что вам показать. И еще я решил, что вот эту южную часть, которую вы смотрели последние пару дней, я ее... последнюю пару серий. Я ее, скорее всего, не буду включать в группу, потому что большие переезды очень сильно утомляют. Наша задача ведь сделать так, чтобы группе понравилось колумбяне, чтобы они устали от переезда, правильно? Вот, поэтому я найду достойную замену этой южной части. И расскажу вам позже, что будет в итоге у нас с программой для группы. Пришел в парк недалеко от города Иснос, до которого ехал черти сколько. Фух, поднимался пока сюда, устал. В общем, это парк археологический, где были найдены большое количество идолов, гробниц и различных штук. от индейцев до Колумбовой эпохи еще. Примерно 1000-1500 год нашей эры. Этот парк называет Сан-Августин. Археологический парк. Вы можете почитать информацию более подробную о нем. Вот, в принципе, достаточно известное место в Колумбии. Он находится на юге, город Иснос. Вот, помимо идолов, здесь есть такие гробницы, в которых лежали главные люди этих племен. Вот, видите, их вскрыли, облагородили, чтобы мы могли попялиться. Вот, еще одна гробница. Почему с группой мы сегодня не поедем? Потому что у нас полпрограммы, примерно 7 дней на экскурсионную часть и примерно 7 дней на часть на севере Колумбии. Это острова Колумбии, Картахена, там пляжи, снорклинг. В общем, такой отдых будет. То есть 7 дней мы по Колумбии экскурсии гоняем и 5 дней на пляжах там примерно. Но пляжи-то громко сказано. Но там будут тоже экскурсии. Просто уже в таком, как бы, немножко в более лайтовом режиме. Вот. Ну, это группа маленькая у меня, поэтому они говорят, что они хотят. И я формирую под них тур. Вот как и так. Пробуем. Сегодня у нас рыба. Рыба. Форель называется. По-испански Труша. Сегодня первый раз пробую Трушу в Колумбии. Так, здесь есть гуакамоле, жареный банан, картофель фрей и наранько. Ну, типа, аппетичный, короче. Смотрим дальше. Только с помощью местных я понял, что мне надо ехать вообще в объезд. Потому что пустыня тут око, она находится через реку, которую не пересечь никак, кроме как по нормальной дороге. Это, короче, далеко. Вот, если сейчас проложить правильно, то я прибуду туда через через полтора часа. Через полтора часа уже будет темно. Это значит, что? Это значит, что пустыню я сегодня не увижу. Ну, собственно, как и вы. Ну, собственно, для этого подготовка маршрута не нужна, чтобы в холостую не ездить. Ты можешь все прочитать в интернете, все можно найти в путеводителях. Но по факту у тебя окажется, что много переменных, которые влияют на твой маршрут. Поэтому подготовка это 60% успеха в поездке. Если подготовка прошла хорошо, то значит, поездка пройдет хорошо. Я, наверное, после подготовки надо проехать 10 мест, чтобы найти 2-3 действительно крутых. И вот так же здесь изначально я думаю, что у меня будет много-много-много всего интересного. Я имею в виду, что много-много всего в разных местах. Я имею в виду, там, город Меделин, Попаян, еще что-то, еще что-то. А по факту оказывается, что пишут так красиво в путеводителях, а смотреть там нечего. Ну, как бы, можно, конечно, трех постретить. Потратить на это два дня пути при ограниченном сроке пребывания смысла нет. В принципе, много где было. Если вам интересно задать вопрос в страну, можете меня спрашивать. Все расскажу. частично есть у меня на сайте информация про разные страны. Так что заходите, смотрите, может, вы на меня неслим, Друзья, чтобы не расстраивать сегодня вас полупустой серии, решил пойти в клубешник. Так как я не знал, где я сегодня буду ночевать, то я не бронировал отель и доехал до самой Богаты. Вот, в Богате долго искал отель, потому что все реально, все я заезжал даже в крутые отели. Все забукано, все забронировано. На сегодня ничего нет. Короче, нашел один отель дорогой. Позже вам его покажу. И начал искать клубешники. Вообще, я в самом тусовом районе живу. В самом, типа, крутом. Седьмая авеню можете посмотреть. Значит, по мнению, три подвизора здесь должен быть самый крутой в Богате клуб. Называется Театрон. Я вот уже хожу, хожу, никак не могу его найти. Хотя, он буквально пять минут пешком от меня находится, там, шесть блоков где-то. Не везет как-то нам с вами с клубами. Хотя, пятница, вечер, час ночи, пятница. Как вы видите, самый тусовый район, самый дорогой район. Вот здесь вот такое происходит. Вот такие вот дома. Хожу, еще театрон, меня тут направили сюда, но зашел какой-то, начались китайские клубы, парочками ходят пидоры всякие. Ну, короче, это, не туда зашел. Сейчас поищу свой театрон, и если не найду, то пойду домой. Пока искал, время уже полвторого, театрон работает до трех. Это первое, а второе меня не пустили, потому что я в шортах и в кроссовках. Но по обуви у них претензий нет, у меня как бы, у меня другой обуви нет. А джинсы я подумал, ну че, я буду в грязных джинсах там идти. В картахене у меня нормально и в шлепках, и в шортах пускали. Ну, а здесь пожестче дресс-код. Честно говоря, влом идти переодеваться. Сейчас пойду куплю себе Subway и заточу его на ночь и лягу спать. Все равно силы уже кончаются. Вот. Но, кстати, можно я обязательно свожу вас в клубешник в Картахене. Я там был, но вам не показывал. И на это были свои причины. Вот. Я вас обязательно свожу в клубешник в Картахене. Если получится завтра, то завтра свожу в клубешник в Богате. Вот. но не обещаю. Потому что послезавтра у меня группа прилетает и мне надо быть выспавшим и сильным и здоровым. Напоследок хочу показать вам свой номерок. Открывайся. Ставим карточку. Свет загорается. Сим-сим таран. Таким двери жестко на сетях. На всякий случай. Вот такой у меня номер. Короче эта кровать вся для меня. Здесь такая тумбочка прикроватная для всяких этих для чемоданов. Здесь стол здоровый. Здесь стоит мой бутер сабвей. телек. Здесь типа умывальник и значит он пахалок. Так а здесь у нас ванна туалет с личным телефоном. Если вдруг я буду срать и захочу чтобы мне принесли Принглс прямо на унитаз. Я позвоню и скажу алло хочу Принглс и колы и все принесут. Не буду вас расстраивать говорить сколько стоит стоит дороговато скажем честно. Для такой дорогой цены могли бы зазор сделать чтобы дверь закрывалась. все вот вот так вот и живи в отелях бутиках. короче все давайте я спать попытка номер два увидимся завтра с утреца увидите сами что завтра будет я сам толком не знаю спокойной иначе иначе то что не